Добро пожаловать Аонан! Краби Таиланд. Ну что, ребят, скажу. Вот вам и берег Краби. Это вот именно пляж Аонан. Здесь, получается, сам пляж, честно говоря, никакой. Но здесь очень много других пляжиков, на которые можно уехать. Поэтому сразу рассчитывайте, что при отеле пляжа хорошего не будет. Вот здесь лодки, катера уходят, такси увозят. Острова вот такие рядом, Пхипхи рядом. На Пхипхи отсюда уехать 350 бат на человека. Поэтому все нормально, все здорово, все замечательно. Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня у нас отель Блюз Отел. Вот она, его вывеска. Рядом строится какой-то еще новый отель, который создает шум нашему пребыванию. Но, тем не менее, это ничего страшного. Вот такой вот въезд в отель. Отель синиэтажный. Своя парковочная зона. Кто берет автомобиль или мопеды, нормально все паркуется, охраняется. Рядом есть обменник Exchange. Но он невыгодный, поэтому лучше спуститься 200 метров пониже, и там нормальный курс. Сейчас завтрак. Здесь вот в ресторане находятся столики. И завтрак, не скажу, что очень щедрый, но достойный. Слева у нас ресепшн. Состоит отель из двух корпусов. Здесь вот у нас первый лифт. С правой стороны бассейн. Бассейн чистый. Народ за ним смотрит. С подсветочкой. Ну, очень много хлорки, как и во всех других бассейнах. Здесь добавляют много химии, чтобы бассейн не твел. Вот она, стройка. Строят быстро. Надеюсь, еще пару месяцев, и они здесь закончат. Здесь все идет полным ходом. Вот такой вот отель. Сейчас поднимемся на седьмой этаж. Покажу, что там у нас. Такой вид на седьмом этаже. Здесь есть свой бар со стороны бассейна. Здесь сразу душевая, туалет. Здесь же есть под навесом массажный салон. Можно сделать массаж. Стройка идет как с одной стороны отеля, так и сзади. И те номера, которые выходят на заднюю сторону, у них вообще прямо под окнами идет полным ходом строительства. Мой вам совет. Пока не выбирать этот отель. Ну, если уж выбрали, то просите номера с видом либо на бассейн, либо на другую сторону. Чтобы шума у вас в номерах было меньше. Здесь вот детский бассейн. Неглубокий. Вода здесь потеплее. Есть выходы из номеров прямо в бассейн. Это первые этажи. Так что, вот такая импровизированная дорожка по бассейну. Ну и ресторан, в котором у нас есть при отеле. Здесь есть переход. Такой вот красивый вид у нас из перехода. Лестница. Понимаю, что лестница. Еще есть пожарная лестница. Лифт. Здесь тоже есть выход в бассейн. Здесь тоже есть выход в бассейн. Седьмой этаж наш. Вот вид седьмого этажа. Очень здесь у нас высокая красивая гора. Эта сторона выходит на частные постройки тайцев. Дальше мы видим, там тоже какой-то отель закладывают. Фундамент. Номера просторные. Здесь тот номер, в котором мы живем, 36 квадратов. Есть по 53 квадрата номера. Ну, понятно, это уже дополнительные деньги. Так же, как выход в бассейн, это тоже дополнительные деньги. Если бронировать заранее, то цена в разы дешевле. Вот такой вид на соседний отель. Утром, когда сидишь на завтраке, смотришь, вот такое впечатление, что как картинка нарисована. Отель утопает в зелени. Там, вон, мечеть есть. Море недалеко. Но лучше на том пляжу не отдыхать. Там в основном лодки, лодки, лодки. Собираются люди и уплывают на соседние острова. Острова красивые, стоит посетить разок. Сейчас попробуем подняться. Выше. Есть там что-нибудь или нет? Что-то есть. Да, выход на крышу есть, но... А, нет, открыто. Открыто. Вот такая картина открывается с крыши. Вот гора, про которую я вам говорил. В принципе, отсюда хорошо видно во все стороны наш пляж Аонанг-Бич. Вот такие же картинки. Вот про что я говорил, что строительство сзади идет рядышком. Это получается, когда сдадут отель, все эти окна будут выходить на окна соседнего отеля. Стройка идет полным ходом. А так вот... Очень много ресторанчиков. Можно выбрать на любой вкус и на любое предпочтение. Очень много морепродуктов. Вот такой вот номер. Душевая здесь без дверей. Умывальник. Полотенце. Ванная. Еще три полотенца. Сейф в номере. Шкафчик. Довольно-таки вместительный шкаф. Холодильник. Это мини-бар. Этот мини-бар платный. Три воды ставится. У нас три человека. Бутылочка на человека каждый день бесплатна. Телевизор. Зеркало. Большая кровать. Кровать большая. Подушек много. Пышные. Кровать мягкая. И одеяло мягкое, пышное. И матрас мягкий. Подушки не твердые. С эластана что ли или непонятно. Но подушечки удобные. Не то что бывает такое. Брякнешься с разбегу головой на подушку. Голову пробить можно. Спинка. Мягкая во всю стенку. Кондиционер работает отлично. Кондиционер работает отлично. Все замечательно. Нас номер устраивает. Вот телефон. Стандартные номера. Здесь светильники вот такие. Даже с лучом. Чтобы не мешать соседям спать. Кресло. Кресло. И бассейн. Получается внизу бассейн. Единственное. Когда выбирали отель. В описании не было. Что это стройка. На сегодняшнюю дату. Получается у нас сейчас 19 января. Здесь идет стройка. Поэтому если будете бронировать отель. Желательно связаться с рецепшеном. Позвонить и уточнить. Чтобы у вас не выходили окна на стройку. Мы посмотрим. Посмотрим как они работу ведут до какого времени. Я думаю что ночью они не шумят. В бассейн. Ну выбрали такой номер. Подальше от стройки. Вот такой у нас вид на стенку прекрасный. Хотя есть вид на бассейн. Пока еще никуда не ходили. Прогуляемся. Посмотрим. Расскажем. Ну что ребята. Всего вам доброго. Если вы выбираете этот отель. Думайте. Смотрите. Отель неплохой. Но и особой высокой оценки. Я ему дать не могу. Всего вам доброго.